шалом дорогие друзья добрый вечер всем и я думаю о том как человек как люди которые уже материально помогли нашим братьям в украине в россии помогли чем могли как они могут еще помочь нашим братьям и ответ конечно же это три главных вещей это изучение торы написано там и дыха хамим марбим шалом баурам тот кто изучает тору он увеличивает количество мира в этом мире он увеличивает мир в этом мире в мире вообще может быть не только в этом мире на и будущем мире кроме того это конечно же соблюдение заповедей написано про тору и про соблюдение заповедей тора магна ума что тора защищает и спасает до исполнения заповедей она тоже защищает и спасает не только нас но и наших близких это влияет на весь еврейский народ ну и конечно же молитва она очень влияет и работа над качествами например когда мы помогаем своей супруге своему супругу делаем мир в ситуации когда раньше мы бы ругались мы бы гневались мы бы кричали а сейчас мы делаем мир это влияет на весь мир так что добавляется мир в этот материальный мир поэтому дорогие друзья мы сейчас изучаем тору на портале воикра это очень важная вещь и вы об этом понимаете насколько важно изучать торт и мы продолжаем изучать книгу митсвата битахон заповедь битахона который написал рашмуэль овеннер благословенно память праведника всем добрый вечер напишите пожалуйста как видно как слышно рад видеть всех кто со мной митсва поделиться этим эфиром потому что мы говорим слова тора и нужно распространять тора особенно сейчас одна из войн которая сейчас происходит это война света и тьмы война духовности и бездуховности и нам нужно всеми силами увеличивать духовность увеличивать свет в этом мире увеличивать тор в этом мире и поэтому дорогие друзья знаете что очень важно говорить каждый день ты или псалмы давида для того чтобы все войны прекратились чтобы наступил мир очень важно очень важно чтобы сейчас настал мир говорить ты или им псалмы давида и кто знает может быть когда вы говорите какой-то псалом давида с каваной с намерением реально с чистым сердцем с реально с желанием и просьбой к творцу может быть это сейчас защищает сотни тысяч наших братьев по всему миру и убирает какой-то плохой приговор который был занесен был принят по отношению к тысячам наших братьев поэтому дорогие друзья очень важно говорит или им молиться изучать тору и работать над своими качествами над миром между нами другими людьми и миром между нами и самым собой александр пишет 10 10 отлично итак дорогие друзья мы сейчас продолжаем учебу мы находимся в 51 части и мы учимся за восстановление мира за приход машиаха который все расставит по местам самым наилучшим образом итак дорогие друзья амара катош бургу а вы йодим беми а тембут хим перевожу приводится отрывок из мидраж ты лим из мидраж на ты лим на ты лим есть мидраж и он говорит что сказал всевышний что что знаете в кого на кого вы полагаетесь да вы полагаетесь на того на того который сотворил сотворил два мира двумя буквами да то есть всевышний говорит нам что он сотворил два мира двумя буквами он объясняет что это за миры как сказано буквами ют и гей всевышний сотворил миры уламим это миры с минимум два да я вам достаточно литературно перевожу вот по тексту а улама зэ вэ улама ба этот мир и будущий мир то есть всевышний сотворил двумя буквами ют и гей этот мир и будущий мир а улама зэ неврабы гей этот мир сотворил буквой гей в кенуомер как сказано в торе в книге берешит второй пелек четвертый пасух эле тудота шамайм ве а арец бе и барам вот создание неба и земли в сотворении их и вот это слово в сотворении их можно прочитать если поставить пробел после гей получается бе гей барам и это то о чем говорит наш медранс бе гей барам это означает буквы гей он всевышний их сотворил вэ улама ба неврабы ют а будущий мир сотворен буквой ют ле фихах поэтому кибекашем цуролами поэтому сказано что буквами ют и гей всевышний сотворил миры да то есть говорит нам медраж я возвращаюсь сейчас на начало еще раз повторить это и чтобы вы лучше поняли я лучше понял знаете на кого вы полагаетесь на того который сотворил два мира понимаете это важно знать это важно знать что всевышний сотворил два мира двумя буквами и мы полагаемся на него всевышний это тот кто может все тот от которого зависит все и когда мы полагаемся на него мы полагаемся на владыку вселенной который хочет нам только добра и не всегда мы это добро можем понять то что нам кажется злом на самом деле это тоже добро просто не понятая нами и объясняет автор он добавляет еще то что говорит гмара 29 страница и страна бед коля то ле битху но бека дож бругу а рей ломах сэ ба улама зэ уве ла улама ба значит говорит нам эта гмара что каждый кто ставит свое упование в зависимости от всевышнего благославия он то есть тот который уповать только на всевышнего не на пулемет не на сейф не на бомбоубежище и даже не на друга а только на всевышнего а все что ему помогает материальном мире как бомбоубежище или друг он понимает что это проводники творца не сам друг помогает а друг проводник творца творец через друга дает нам помощь через бомбоубежище дает нам помощь тот кто это ощущает а рей ломах сэ такому человеку всевышний он является убежищем в этом мире и в будущем мире поэтому дорогие друзья помните что всевышний с вами полагайтесь на него максимально полным полаганием чем больше мы полагаемся в сердце на творца тем больше всевышний включая для нас процессы что мы прямо как в коконе таком начинаем находиться в коконе защиты в коконе спокойствия в коконе мира да и тогда нас ничто не может повредить чем больше этот бетахон тем больше всевышний нам дает вот этот кокон защитный и тем больше мы по-настоящему защищены поэтому дорогие друзья нам нужно сейчас особенно в это время особенно тем кто находится в Украине на территориях территориях опасных нужно постоянно в свободное время когда вы не занимаетесь какими-то делами которые вот сейчас обязательно делать да будь то короче говоря когда у вас есть какая-то свободная мысль да то нужно ее посвятить что всевышний мне помогает всевышний со мной всевышний мое убежище и в этом и в будущем мире всевышний со мной всевышний дает мне все самое лучшее всевышний меня защищает и чем больше вы это повторяете на уровне ощущений да то что вы ощущаете реально максимально что всевышний здесь и сейчас с вами и он вас защищает от всего плохого то так и будет поэтому дорогие друзья усиливайтесь в бетахоне усиливайтесь в уповании на Творца я желаю вам в этом огромной помощи поддержки всевышнего чтобы вы это делали через радость счастья и здоровья через хорошие новости только и до новых встреч с божьей помощью ем решен воскресенье 18.00 по иерусалимскому времени спасибо всем кто был со мной в этом эфире делитесь этим эфиром с друзьями и всем желаю мира будьте счастливы до новых встреч до новых встреч и мы будем Продолжение следует...